МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выборы в Народное собрание. Процесс избрания председателя Народного собрания Гагаузии. Цены на газ. Арест генпрокурора Александра Стояногла. Первая встреча с президентом Молдовы. Принятие бюджета на 2022 год. На эти и другие вопросы ответит наш гость, Башкан Гагаузии, Ирина Влах, в программе «Прямая линия». Здравствуйте, оставайтесь с нами. Встретимся через несколько секунд. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, начинаем обсуждать вопросы, которые накопились за долгий период. Во-первых, спасибо большое за приглашение. Действительно, мы давно не встречались с вами, и много тем накопилось. Как вы оцениваете выборы Народного собрания Гагаузии? Вот на ваш взгляд, какой состав? Когда задаете вопросы, как оцениваю я выборы Народного собрания Гагаузии, я, конечно, хочу сказать, что здесь очень важна не моя оценка, а здесь очень важна оценка наших избирателей. Они избирали, они доверили, и они ждут, что народные избранники все обещания, которые были даны, конечно же, выполнят. Эта избирательная кампания была достаточно интересной. Практически она прошла без особых нарушений. Были две позиции, которые меня заставили задуматься. Я думаю, что депутаты Народного собрания, после того, как уже запустят свою рабочую деятельность, тоже вернутся к обсуждению этих тем. Это вопрос манипуляции, дезинформации, которая достаточно активно использовалась некоторыми конкурентами в период избирательной кампании. Ну и вторая очень сенсибельная тема – это тема, касающаяся прописки новых жителей в том или ином округе, в преддверии избирательной кампании. И как результат избирателями являются жители, которые не проживают по месту этого округа, и избирают они не того депутата, которого хотят избрать коренные жители этого округа. Я надеюсь, что депутаты к этому вернутся к вопросу. Я надеюсь, что вернутся и пересмотрят некоторые нормы избирательного кодекса. И в то же время, сейчас, мне бы очень хотелось, чтобы и депутаты тоже вспомнили о том, что их оценивают избиратели. Это очень важная позиция. Я думаю, что каждый депутат, когда шел в народное собрание, он знал, куда он идет, он знал, что он является народным избранником и обязан, не то что говорю должен, он обязан представлять интересы своих избирателей и интересы Гагаузии. Мы наблюдаем последнее время, не хотела бы назвать это шоу, но многие уже сами телезрители нам звонят, говорят, спрашивают, что же творится. На протяжении месяца никак мы не можем избрать спикера народного собрания. Вот как вы можете вот эту ситуацию прокомментировать? Давайте так, комментировать на самом деле дело неблагодарное, а дать оценку этим вещам, конечно, бы хотелось. Почему? Потому что законодательный вид власти, это отдельный вид власти нашей Гагаузии, это власть, которая обладает очень серьезными полномочиями, серьезными возможностями. Конечно же, мне как главе автономии очень хочется, чтобы на площадках народного собрания обсуждали приоритеты нашей автономии, высказывали мнения по развитию нашего региона. И мне очень хочется, чтобы все проходило честно, хочется, чтобы все проходило открыто. Что наблюдаем мы? Сегодня мы наблюдаем очень много эгоизма в зале заседания, сегодня мы не видим конкуренции в части идей, мнений, сегодня мы видим очень много подковерных игр, к сожалению. И сегодня мы очень мало видим взаимоуважительного отношения друг к другу и уважительного отношения к своему мандату. И иногда непонимание того, для чего мы приходим в законодательное собрание нашей автономии и какие задачи стоят между нами. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы депутаты уважали друг друга, чтобы депутаты наши показывали хорошие примеры для наших жителей. Жители очень внимательно следят за всеми избирательными процессами в зале заседания. И, конечно же, они не гордятся теми грубыми, неуважительными высказываниями в адрес друг друга. Жители наши достойны того, чтобы их народные избранники достойно представляли на площадках народного собрания своих избирателей. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы наши депутаты думали об этом, чтобы они показали на своем примере, что всегда надо уметь договариваться. То есть мы пришли в законодательное собрание, в народное собрание, нам нужно сесть за стол и нам нужно найти компромисс. Без диалога, без поиска компромисса, путем давления, шантажа и так далее, мы никогда не сможем двигаться вперед. И мы никогда не сможем создать хорошую атмосферу в ГГУском обществе и никогда не сможем создать стимулы для того, чтобы наша молодежь гордилась теми, людьми, которых она делегировала, направляла в народное собрание. И не только гордилась, но она еще и брала пример. Да, это очень важно, потому что мы, находясь на посту, мы всегда находимся в эпицентре всех взглядов и всех наших жителей. И наши движения, наши поступки, они всегда становятся примером. Если наши поступки плохие, значит и наша молодежь плохо поступает. Если наши поступки хорошие, значит и наша молодежь хорошо поступает. Поэтому нам всем, нам нужно просто подумать хорошо над имиджем, над нашим имиджем и в первую очередь над имиджем нашей автономии. Ну и, наверное, депутаты должны помнить, что народное собрание – это коллегиальный орган. Там, где не один, как вы сказали, а вместе решаются и принимаются те законы, которые работают во благо народа. Только уважая друг друга, только уважая мнение, чужое мнение, даже если ты не согласен с этим мнением. Нам может очень многое не нравится, но надо уважать мнение своего коллеги. У нас есть методы, у нас есть метод убеждения. Если я хочу продвинуть какую-то идею, мысль, или я хочу доказать, что этот депутат лучше, чем другой, и больше подходит на эту должность, убедите меня в этом. Станете убедить своих коллег в том, что да, нужно поступать вот так, вот так. И если мы будем использовать эти демократические методы, методы убеждения, методы уважения, взаимоуважительного отношения друг к другу, поиск компромисса, тогда атмосфера будет абсолютно другой. Я думаю, что у наших депутатов такой шанс есть. Я тоже думаю, и не только я, а все население, все жители Гагаузии этого хотят. Ну, теперь мне хотелось бы перейти немножко в другое русло. Я хотела бы поговорить о ценах, о ценах на газ. Стало уже холодать. В домах мы включаем отопление, и даже уже получили первые квитанции. Ирина Федоровна, скажите, пожалуйста, почему так получается? Я не раз в этой студии задавала и поднимала вопрос именно о ценах. Не только на газ. Но сейчас, в данный момент, нас больше всего интересует, почему происходят такие институации именно с газом, с ценой на газ. Когда Молдова была в очень хороших дружеских отношениях с Россией, когда можно было договориться о нормальной, я не говорю о низкой цене, потому что есть какие-то свои там вопросы, которые были платежные для населения. Словакия получила такую цену. Почему Молдова не может получить, вот на ваш взгляд? Это очень уместный вопрос. Это вопрос, который сегодня волнует каждого жителя нашей страны и беспокоит. Но мы сегодня являемся свидетелями того, что произошло. И мы являемся сегодня получателями той ситуации, которая возникла. И мы не являемся виновниками возникшей ситуации. Но мы в то же время можем объяснить, как поступали бы мы. Давайте так, если бы у нас была бы такая миссия. Была бы примером для всей Молдовы. Если бы у нас была такая миссия, если бы была бы такая возможность. Вы знаете, вот я буквально пару секунд назад говорила о диалоге и говорила о поиске и умении выстраивать хорошие отношения. Вы знаете, я являюсь сторонницей выстраивания хороших взаимоотношений со всеми нашими партнерами. И вот эта ситуация, она на самом деле не является исключением. Эта ситуация еще раз показывает, что когда люди строят отношения, когда они отношения выстраивают, может быть, даже на личных симпатиях, всегда удается очень многого добиться. Республика Молдова очень маленькая страна. И у Республики Молдова в то же время есть очень много партнеров. Очень много партнеров, которые заинтересованы в том, чтобы Республика Молдова могла развиваться. Есть партнеры на востоке, есть партнеры на западе. К сожалению, сегодня выстраивается однобокая внешняя политика, и от этого в первую очередь страдает. Кто страдает? Жители. То есть во главе угла всегда надо ставить интерес своего жителя. Жителя, который проживает в этой стране, который голосовал за тебя и который на тебя надеется. Становиться в сторону от тех или иных проблем на самом деле было бы абсолютно неправильно, особенно когда вопрос идет об энергетике, когда вопрос идет о ценах на газ, дальше это уже цены на свет, дальше это цены на продукты и так далее. Благосостояние. И так далее, и так далее. То есть я сегодня могу констатировать, что, наверное, не поняли, что Россия является очень важным партнером для Республики Молдова, особенно в части энергетических проблем. Практически более 80% энергоносителей мы получаем из Российской Федерации. И тут, конечно же, Молдове надо было очень активно работать, и Молдове нужно было, наверное, правильно выстраивать взаимоотношения, потому что вот вы приводите хороший пример. Есть очень много стран Европейского Союза, которые смогли на уровне первых лиц договориться о том, чтобы цена на газ не была более 400 долларов. Президент Словакии, он так и сказал, мы сэкономили миллиард. Это не единственный президент, который посчитал правильно экономику, потому что, как бы мы ни говорили, экономика и политика, они очень взаимосвязаны. Экономика и политика, они настолько переплетаются, дают такие результаты, либо хорошие для твоей страны, либо плохие для твоей страны. Так вот, сегодня мы видим, что для нашей страны был нанесен очень серьезный ущерб в части того, что люди наши серьезно пострадают. Пострадают не только из-за цены на газ, но и из-за всех тех последствий, которые будут происходить у нас дальше. Это большая ошибка. Цепочка идет, вы правильно сказали. А вот на ваш взгляд, можно ли ожидать более низкую цену? Может, что-то и произойдет? Ну, посмотрите, какая ситуация. Конечно, мы можем жить надеждами. Можем уповать на то, что у нас получится, и, возможно, цена снизится на газ. Но мы должны реально оценивать ситуацию. Помимо того, что политическая ситуация нестабильна, на внешнем рынке и, допустим, даже в Европе, если мы будем говорить сегодня, очень большой недостаток газа. Это надо понимать и учитывать, что мы остаемся так или иначе связанными страной, от которой получаем. И эта страна поставляет не только к нам, но она поставляет и в другие страны. И дефицит газа на европейском рынке, конечно же, будет тоже ложиться на цену. Более того, я знаю, что сейчас Молдова-Газ разрабатывает конкретный план действий по погашению наших прошлых долгов в Республике Молдова. Я реально понимаю, что эти долги, которые были накоплены, они будут ложиться опять же на потребителя, и они, конечно же, будут ложиться на цену, которую наш потребитель увидит в своей квитанции. Поэтому я не так оптимистична, как, может быть, говорят какие-то представители правительства. Я вообще не оптимистична, потому что вот эти составляющие, они сегодня прогнозируют не самые хорошие выводы. И мне видится, что возможно цена на газ до конца отопительного периода останется такой. Но члены правительства говорят, что весной наступят хорошие времена. Ну, хорошие времена, но обещали не только весной. Да, и просили уповать на Бога. Мы, конечно, будем уповать на Бога, но мы сами должны... Но при этом надо работать. Мы сами должны работать, и мы должны хорошо оценивать риски. Риски, которые ложатся на нашу страну и на наших жителей. Еще об одной теме хотела бы поговорить, которая, можно с полной уверенностью сказать, что затронула почти каждого жителя Кагаузии и Молдовы. Это арест генерального прокурора Александра Стояногла, нашего земляка. Почему так произошло? И что случилось? Оправдан этот арест? Не оправдан? Это такая реформа юстиции произошла, как обещала нам предвыборная кампания? Этот вопрос, он... Знаете, очень хочется, чтобы все-таки в нашей стране закон был над всеми нами. Так получается, что у нас закон... Под законом находятся не все граждане нашей страны. И, к сожалению, есть сегодня такие мнения, или ведется такая политика, чтобы несудебные органы определяли, кто является виновным или кто не является виновным. Я сегодня реально хочу обозначить для граждан нашей страны, для региона, что виновным Александр Дмитриевич Стояноглым мог определить только суд. Только суд. Никто больше. Никакая функция, никакой человек не мог бы сказать о том, что виновен, либо невиновен Александр Дмитриевич до вынесения того или иного решения судебной инстанции. Что мы видели? Мы видели, что кто-то преднамеренно старается создать атмосферу в обществе, которое должно осудить господина Стояногла и показать на картинке, когда его вводят с генеральной прокуратуры в окружении сотрудников, что он виновен изначально. Это явно показывает, что все действия, которые были связаны с Александром Стояноглым, это четкий сценарий, хорошо срежиссированный сценарий. Видно, что все органы в это время, когда задерживали господина Стояногла, они явно действовали по указу, по указке, но они не действовали по закону. И вот даже сейчас мы с вами получили заключение Венецианской комиссии, которая четко обозначила, что этот закон, эти внесения изменения в закон о прокуратуре, они были приняты с нарушением. И особое внимание в этом заключении уделяется тому, что каким образом может даваться оценка генеральному прокурору. Ведь возбуждено уголовное дело было по господину Стояногла на основании того, что госпожа президент запросила оценить деятельность генерального прокурора. То есть сегодня уже Венецианская комиссия высказалась по поводу того, что есть много вопросов, и четко обозначила вопросов по внесению изменений. Первое в закон о прокуратуре это оценка деятельности, и второе это Высший совет прокуроров, потому что с момента принятия поправок в закон о прокуратуре Высший совет прокуроров сократился на три человека, с 15 на 12. И вот эти три человека это и прокурор ГГУЗИ, это генеральный прокурор, и это руководитель союза адвокатов. То есть мы на всех площадках говорим о том, что этот закон принимался как-то очень тайно. Мы на всех площадках говорим о том, что очень скрыто принимался этот закон. Он абсолютно не обсуждался ни с гражданским обществом, и он не обсуждался с властями автономии, что было принципиально важно, когда речь шла о том, что выводили прокурора ГГУЗИ из Высшего совета прокуроров. У нас было много вопросов, мы поднимали эти вопросы, но вот и сегодня Венецианская комиссия выскалась по этому поводу. То есть что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я уверена в том, что господин Стояногла является очень сильным человеком, он очень сильный специалист, и он профессионал. И, конечно же, время идет, и идет очень быстро, но я уверена, что господин Стояногла не виновен ни в чем, и он докажет свою правоту. Как вы считаете, он вернется в свой кабинет? Я склоняюсь к тому, что он вернется в свой кабинет с учетом того, что мы слышим, читаем и видим. Но я очень надеюсь на то, что господин Стояногла вообще-то прольет свет. Что происходило на самом деле? Вы же помните, что его сдержали до пресс-конференции. Мне кажется, что сейчас настало время. Настало время Александру Дмитриевичу пролить свет на все те события, которые происходили, рассказать в одной из передач о том, что, кто, почему, из-за чего, чтобы общество могло иметь не только одну точку зрения, чтобы общество могло иметь возможность услышать и вторую точку зрения. И я уверена в том, что как человек, он очень грамотный, подготовленный, и он однозначно сможет доказать свою правоту и вернуться в кабинет генерального прокурора. Проводились протесты. Может быть, пролился свет и на умы всех, кто там сидит, чтобы заиграл разум у власть имущих. Может быть, таким методом чаще нужно выходить людям направо, протесты, чтобы призывать власть, обратить внимание на те незаконные действия, которые делает, совершает власть. Вы понимаете, в этой жизни все должно проходить в рамках закона. Это очень важно. Каждый имеет право протестовать, это не запрещено, но опять же, мы говорим о соблюдении законодательных норм. Это очень важно. Очень важно, чтобы никто не нарушал закон. Начинается от руководства страны, они не нарушают закон, ну и, конечно, подают примеры для граждан нашей страны, чтобы не нарушали закон. Поэтому все свои конституционные права и возможности каждый житель нашей страны он должен использовать. Но в то же время, сейчас мне хочется больше сделать акцент на то, что готовя тот или иной закон, надо готовить его не под заказ, не под удовлетворение своих амбиций и своих личных целей. Любой законодательный акт это документ, который должен улучшить качество жизни жителей нашей страны. Любой законодательный документ, он должен, наоборот, создать такую атмосферу, чтобы простой житель в это государство поверил. Когда простой житель будет верить в это государство и будет верить в силу закона, тогда государство становится сильным, становится авторитетным, и жители отсюда не хотят уезжать. То есть, если мы будем во главу угла ставить эти вопросы, и опять же повторяю, не делать под заказ и исполнение амбиций какого-то одного человека, тогда ситуация в стране будет меняться, и меняться будет к лучшему. Вы очень правильно сказали, диалог должен быть. Но мы наблюдали целый год, что у вас, как у главы автономии, не было диалога с президентом Республики Молдова. 25 ноября состоялась встреча. Вы встречались, представители исполнительной власти. Все-таки эта долгожданная встреча состоялась спустя год. Вот что обсуждалось, какие поднимались вопросы на этой встрече? Кстати, эта встреча не первая. У нас была... Да, встреча была у нас четверг. У нас была мимолетная встреча, она была очень короткая. Я говорю о диалоговой встрече. Да, и мы, к сожалению, не смогли пообщаться тогда с госпожой президентом. Но сейчас встреча была, мы встречались, и у нас действительно хороший, наверное, был диалог, да, и темы были разные. Ну, меня очень порадовало то, что этот диалог состоялся. Была первая встреча. Меня порадовало то, что госпожа президент заявила о том, что она очень хочет, чтобы жители Гагаузии чувствовали себя так же хорошо в нашей стране, как и жители Республики Молдова. Это очень хороший сигнал. То есть, мне показалось, что госпожа президент готова работать со всеми жителями страны. Но когда была премьер-министром, она тоже приезжала и со сцены выступала и тоже говорила, что хочет, чтобы Гагаузские жители... Это хороший сигнал, сигнал о том, что хотят, чтобы жители нашей автономии чувствовали себя комфортно в этой стране. А что делают? Были какие-то вещи, конечно, которые немножко меня сконфузили. Я услышала, что госпожа президент высказалась по поводу того, как проходили республиканские выборы здесь в регионе. Определенное недовольство организации избирательного процесса в республиканских выборах. Хотя на самом деле власти автономии не занимаются, и госпожа президент не занимается организацией проведения избирательных кампаний. Этим занимается центральная избирательная кампания, а и она, это ее прямая обязанность. Оценку тем или иным выборам всегда дают международные эксперты, наблюдатели, представители. И в этих кампаниях я не слышала ни одного заявления от тех, кто должен оценивать выборы, что в ГГУЗе прошли выборы, допустим, некорректные, либо с какими-то нарушениями. Этот момент меня, конечно, сконфузил, но в то же время мы со своей стороны поделились с президентом своей озабоченностью и своими переживаниями в части принятия закона о бюджете на 2022 год, потому что у нас возникло очень много вопросов и недопониманий, и как готовился этот проект, и какие были приоритеты. В данном проекте мы высказали свое мнение, свою позицию о ней. Также мы говорили и о том, что в ГГУЗе реализуется очень много серьезных проектов, социально-экономических, инфраструктурных проектов. нам удалось убедить многих наших внешних партнеров, и нам удалось привлечь в ГГУЗе очень серьезные финансовые средства на строительство, например, спортивного стадиона, комплекса, на строительство IT-дегитал хаба, который строится сейчас на базе университета, на строительство индустриального колледжа, на строительство нового здания в лицее Минеску и много других объектов. И это очень серьезные финансовые ресурсы, которые мы привели в страну. Но в каждом из этих проектов есть определенные работы, которые нам нужно довести со своей стороны до конца. И мы попросили госпожу президента, чтобы она подключилась тоже к решению этих вопросов, и чтобы эти проекты социальные были уже наконец-то завершены и соответственно запущены. То есть разговор был такой конструктивный и темы обсуждались, касались социально-экономического развития нашей автономии. Ирина Федоровна, несколько недель назад в парламенте Республики Молдовы была инициатива выделения менее 6 миллионов леев на изучение ГГУского языка. Партия ПДС, ну мы знаем, что это партия нашего президента Майя Санду, не поддержала. Как вы думаете, почему она не попросила своих коллег о том, чтобы выделить эти средства? Ведь совсем недавно, еще вот в 19-м году, когда она приезжала, она говорила на одной встреч, что она за изучение ГГУского языка в ГГУЗе. Почему так происходит? Забывая, что обещают? Знаете, меня на самом деле очень удивило это решение, потому что я просто была уверена, что партия власти это поддержит, потому что получение образования на родном языке, на государственном языке и вообще образование, получение образования это конституционное право каждого гражданина и это обязанность государства обеспечить равные условия для каждого жителя нашей страны. Действительно удивило то, что такая возможность не была представлена ГГУской автономией, потому что на самом деле на всех площадках говорилось о том, что будут создаваться условия для изучения ГГУского языка, будут и создаваться условия для изучения государственного языка, но, к сожалению, пока мы с этими вопросами справляемся самостоятельно. Мы об этих проблемах тоже говорили и будем продолжать говорить об этих проблемах. У нас на самом деле достаточно много возможностей для того, чтобы убедить, обратить внимание на ГГУскую автономию и на решение всех этих проблем. Будет очень правильно, если все будут исполнять конституционные права и будут исполнять свои конституционные обязанности. Будет очень правильно, если у каждого жителя нашей автономии, у каждого ребенка нашей автономии будет такая возможность. Поэтому будем продолжать настаивать на том, чтобы выделялись финансовые ресурсы для изучения языка ГГУского, но в то же время, исходя из закона, который был принят, закон о бюджете на 2022 год, мы сейчас на уровне исполнительного комитета готовим более десяти инициатив, с которыми я выйду в правительство нашей страны о том, чтобы внести поправки в бюджет на 2022 год и внести поправки в другие постановления правительства, которые должны немножко поменять подход. Подход к заработной плате наших бюджетников, речь идет о медиках, речь идет о педагогах, подход к распределению финансов по инфраструктурным подходам, подход к изучению, к мультилингвальному обучению в ГГУЗе, а может быть даже и в целом в Молдове, подход к тому, чтобы в отопительный период времени компенсировались либо увеличились трансферты для всех бюджетных учреждений. С учетом того, что поднялись цены на газ, поднимаются цены и на продукты, то это тоже должно быть предусмотрено в бюджете. То есть сейчас на площадках исполкома готовятся изменения предложений в проекты постановления и правительства, и мы будем с этими предложениями выходить и настаивать на том, чтобы эти изменения вступили в силу и были отражены в законодательных актах нашей страны. Вы сказали о инициативах, которые возвращаются. Отрадно отметить на последнем, на одном из последних заседаний исполкома возвращается инициатива «Здоровое поколение». это питание в школах. Это очень хорошо. В Гагаузи возобновляется. Видим пример, что в Молдове отказали питание детей в школах. К сожалению, так вот происходит. Если о том, что вы говорите, те инициативы, которые предлагаются и воплотятся в жизнь, я думаю, что маленькими шажками мы все-таки пойдем в благосостояние. и население начнет прежде всего возвращаться в Гагаузию, а как всегда Гагаузия являлась примером, начнется и в Молдове лучшие времена. Это очень важно ответственное отношение ко всем этим вопросам, потому что когда мы говорим о бюджете, когда мы говорим о проблемах, с которыми мы сегодня сталкиваемся, вот проблема на газ, проблем по повышению цен на газ, мы практически сегодня местные органы власти оставляем один на один с этими проблемами, потому что обратите внимание, цены на газ выросли, и цены на газ выросли с первого ноября. То есть выносить изменения в бюджет на 23-й год это одно, чтобы увеличить трансферты на заотопительный период, но надо еще поддержать местные органы власти и в ноябрь, и в декабрь. Эти суммы на повышение заотопления они не были предусмотрены. Что у нас получается? У нас получается, что до конца этого года у нас инфляция достигнет 10%, а повышение цен на все товары в Республике Молдова у нас достигнут до 20%, до 20%. То есть мы сегодня понимаем, что возможности у наших людей становится, для проживания становится на самом деле меньше. И когда мы смотрим, у кого повышаются, допустим, заработные платы, да? Вот об этом я и хотела поговорить. Почему одним повышают, это депутатам, это судям, но при этом не повышается заработная плата учителям, те, которые работают, врачам, которые работают в красной зоне, бюджетникам. Вот что с этим делать? И как выравнивать эту ситуацию? Ну, видите, все зависит от приоритетов. Каждая власть, она определяет свои приоритеты. Были разные правительства, и каждое правительство имело свои задачи, свои цели. Сегодня мы видим, что нашим педагогам повышают заработную плату всего лишь на 5-6%, денежное выражение это 316 лей. Медикам вообще не повышается. У них вообще нет повышения заработных плат, есть повышение у депутатов на полторы тысячи, лей, у президента тоже где-то там на полторы тысячи лей и так далее, и так далее. Но вся проблема в том, что у нас как бы нет дефицита в депутатах. У нас вообще-то нет дефицита в судьях Конституционного суда. У нас на самом деле большой дефицит в педагогах, у нас большой дефицит в медиках. И в технических тоже специальностях. Да, и в других специальностях. Более того, если мы посмотрим, что на возраст людей, которые находятся в детских классах и в наших больницах, это уже люди, которые приближаются к пенсионному возрасту либо в пенсионном возрасте. Поэтому миссия власти, она должна быть направлена на то, чтобы поддержать эти категории людей. И если Национальный банк прогнозирует, что инфляция будет достигать в следующем году 15%, то, соответственно, как минимум повышение заработных плат для этих категорий как медики, педагоги, должна достигнуть минимум 15%. То есть тут есть очень много вопросов. И одна из наших инициатив тоже будет сформирована на том, чтобы аргументировать, что есть острая необходимость изыскать финансовые ресурсы и повысить заработные платы и педагогам, и повысить заработные платы медикам. Будем надеяться, что повысится... Мы стараемся убедить, да, и я думаю, что ресурсы есть, возможности есть, просто нужно обозначить задачи, которые сегодня очень важны для жителей нашей страны. Мы говорили о том, что вы ввели прокурора к Гаузи из Совета прокуроров. Что вы намерены предпринять, чтобы его туда вернуть? Смотрите, 2016 год, когда принимался закон о прокуратуре, вообще было очень много обсуждений, и тогда была очень хорошая платформа обсуждения этого проекта, и было очень важно убедить, чтобы роль Гаузи в этом законе была отмечена. И тогда было принято правильное решение, а это решение было принято в конечном итоге депутатами, но оно обсуждалось с международными экспертами, что прокурор Гаузи вошел выше Совета прокуроров. То, что произошло в августе месяце, мы понимаем, с чем это было связано, это был очень серьезный удар по статусу автономии, по имиджу автономии, это было серьезное ущемление интересов ГГУской автономии. Мы можем только догадываться, кто был в этом заинтересован, и почему было это сделано, потому что решения принимались нетранспарентно, решение не обсуждалось ни с кем, как мы говорили выше, но это не означает, что мы на это закрыли глаза. Мы работаем сейчас достаточно активно со всеми нашими внешними партнерами, мы работаем с международными экспертами, и мы будем настаивать на том, чтобы вернуться, как говорится, в точку зера, чтобы с самого начала вернуться к обсуждению того, чтобы прокурор ГГУЗи вошел в Высший Совет прокуроров и стал членом Высшего Совета прокурора. У нас достаточно в этом плане инструментов, и я уже исходя из того, что видела заключение Венецианской комиссии, понимая, что у нас будет достаточно для этого возможности, и мы будем убедительны в этой части. Ну и надеясь на то, что ближайшее будущее и депутаты Народного Собрания тоже подключатся к этому вопросу, и мы совместно будем работать с парламентом нашей страны, и к этой поправке вернемся, и будут внесены изменения в закон о прокуратуре. Я в этом просто убеждена. Пусть так и будет. Елена Федоровна, скоро 23 декабря, это один из самых главных дней для Гагаузии. В этот день 27 лет назад был принят закон об высовом статусе Гагаузии. Можете ли вы, если вернуться назад, рассказать, какую вы видели Гагаузию и какой она стала? Что произошло за эти 27 лет? Вы знаете, вот 27 лет для истории вообще это не очень большой срок. Но для нас. Да, для нас это, конечно, большой срок, но всегда хочется начать с того, что поблагодарить тех людей, которые стояли у истоков, которые были целеустремлены, которые были очень амбициозны, были бесстрашны. Они боролись за то, чтобы Гагаузия приобрела свой статус мирным путем, хочу отметить. Гагаузия стала автономией путем выстраивания диалога. Это тоже очень важный момент путем поиска компромисса. Это не было сейминутное решение, это были, проходили месяцы, проходили года, но тем не менее одна сторона смогла убедить другую сторону, обе стороны смогли найти компромисс, смогли найти золотую середину. Сегодня Гагаузия является примером для многих автономии, примером того, как можно мирно обсуждать вопросы и приходить к консенсусу. То есть мы это должны ценить, мы должны это помнить и мы должны это передавать нашим детям умение находить компромисс и умение выстраивать диалог. Это самый лучший метод, который когда-то вообще-то был кем-то придуман. Это первое. То есть второе, о чем бы я хотела говорить. Конечно, о прошлом говорим меньше, потому что на него повлиять уже не можем. Мы не совсем можем повлиять на настоящее, но мы очень серьезно можем повлиять на будущее, когда мы думаем и планируем, каким мы видим в перспективе нашу автономию. То есть опираясь на опыт всех тех лет, опираясь на ту работу, которая была проделана всеми жителями нашей автономии, по укреплению ее статуса, по улучшению качества жизни наших людей, опираясь на все эти вопросы, конечно же, ставишь перед нашим обществом, перед собой, перед властью, ставишь очень четкие задачи. То есть сегодня будущее гагаузской автономии я вижу как достаточно сильная социально-экономически развитую автономию. Для меня очень важно, чтобы мы решили две самые серьезные проблемы, которые есть не только в гагаузском обществе, но это проблемы, которые есть в Молдавском обществе, в других государствах. Это то, что наша молодежь уезжает. Это первая проблема. И вторая проблема это снижение рождаемости. То есть это две проблемы, которые нам надо решать, потому что если мы их не решим, будущего гагаузской автономии не будет. Что нам нужно для этого делать? В первую очередь нам нужно создать хорошую атмосферу, атмосферу благополучную. Ни в коем случае нельзя общество разделять, надо всегда всех объединять. Надо создать здесь такие возможности в гагаузе, за которыми наша молодежь уезжает за пределы нашей страны в другие страны. И мы это делаем. Мы говорим об инфраструктуре, мы говорим о ремонтах в детских садах, о строительстве детских садах, о школах, о дорогах, о газе, о воде. То есть все необходимые хорошие качественные условия мы создаем сейчас для того, чтобы молодежь наша оставалась здесь. Мы инвестируем в образование, потому что открывать новые рабочие места можно здесь только в том случае, если наши люди будут хорошо, качественно подготовлены, и они будут интересны любому, кто захочет открыть здесь рабочие места. И наши должны быть лучшими. Наши должны быть лучшими, поэтому мы инвестируем в образование. В то же время мы ни в коем случае не должны забывать о том, что происходит с нашей окружающей средой. Нам иногда кажется, что это какие-то такие темы аморфные, о которых можно на самом деле не говорить, но мы ходим по улицам с вами и сталкиваемся с мусором. Мы живем с вами в домах и мы понимаем, что у нас есть проблема с водой. Мы видим, что из года в год мы сталкиваемся с засухой. И вот 19-20 год показал нам, что мы потеряли более 660 миллионов лей нашего урожая. И мы не застрахованы в том, что на следующий год у нас тоже не будет такой проблемы. То есть у нас есть глобальные проблемы. Это проблемы, связанные с тем, чтобы мы правильно управляли водными ресурсами, чтобы мы могли воду доставлять, чтобы мы могли воду доводить до необходимого места, чтобы земля наша была плодородная. Нам нужно сажать леса для того, чтобы научиться удерживать влагу. Нам нужно научиться собирать, сортировать и перерабатывать наш мусор. Потому что сегодня в Гагаузии авторизированных всего лишь 25 мусоросвалок, но эти авторизированные мусорные свалки даже не имеют твердого покрытия. То есть просто они огорождены. У нас более 250 неавторизированных свалок. У нас идут огромные стройки. А стройматериал, он очень сложный, мусор. И практически, если через пять лет у нас не будет отдельной программы по сбору, переработке мусора, то Гагаузия превратится в мусорную свалку, что мы это реально понимали с вами. Если у нас не будет конкретных проектов по борьбе засухой и по борьбе с наводнением, то у нас через пять-шесть лет может быть продовольственный кризис. То есть мы должны об этом думать и понимать, каким может быть будущее наше. Мы в конце концов должны для себя определиться, мы просто потребители или наконец-то мы хотим все-таки стать и производителями, производителями продукции, стать производителями тех или иных услуг. То есть мы должны понять для себя, где наше будущее, каким оно должно быть. Мы об этом говорим и мы готовим по этим вопросам очень много проектов, потому что без экологии, без развитой экономики здесь у нашего региона будущего однозначно не будет. Поэтому решение экологических проблем, поэтому индустриализация экономики нашего региона, развитие сектора IT, инвестирование в образование это те приоритеты, над которыми мы работаем сейчас. Я убеждена в том, что депутаты народного собрания тоже подключатся к этому вопросу. Поэтому будущее ОГГУЗИ оно светлое, оно хорошее, потому что есть планы, есть планы действия, есть конкретные видения развития, есть люди, которые хотят реализовывать эти планы, есть люди, которые любят этот регион и в конце концов есть замечательная молодежь, с которой мы видимся и которая гордится своей автономией. Поэтому я рада тому, что мы живем в КГУЗской автономии, я рада тому, что мы можем менять все к лучшему, я рада тому, что мы сами меняемся, мы меняемся и мы меняемся к лучшему, и мы становимся хорошими примерами и для наших детей, и для наших соседей, наверное, для всех жителей республики Молдова. Я думаю, так пусть и будет, планы есть, сейчас осталось только засечить рукава, как вы любите говорить, и работать, и самое главное работать рука об руку в том плане, чтобы было взаимопонимание между исполнительной властью и законодательной властью, ну и, конечно, чтобы создался хороший плодотворный диалог с Молдовой. Все будет хорошо. Да. Ирина Федоровна, к сожалению, время нашей программы истекает, у меня еще осталось много вопросов, но я надеюсь, что мы еще в этом году встретимся. Я благодарю вас за участие в нашей программе, за прямые вопросы, за прямые ответы. Наша площадка всегда открыта для диалога. Спасибо большое. Спасибо вам, уважаемые телезрители, а вам напоминаю, что вы смотрели программу «Прямая линия» с нашим гостем с Башканом ГГУЗИ Ириной Ивлах. Оставайтесь с нами, встретимся на канале ГРД. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok